Всем привет! Меня зовут Кирносова Екатерина и я работаю инструктором по туризму в Орленке. Сегодня я расскажу вам, как правильно подготовиться к походу. Первое, о чем нам следует подумать, это о том, как собрать рюкзак. И сейчас я вам расскажу, что собирают с собой туристы в Орленке. Первое, это, конечно же, палатка, наш дом, в котором мы будем жить. Естественно, нам понадобится рюкзак, в который мы все это упакуем. Для двухдневного похода нам достаточно 60-литрового рюкзака. Далее нужно подумать об аптечке. В нее чаще всего входит винт для того, чтобы перемотать рану или присыпка для того, чтобы не натирала ноги. Следующее, это дождевик. Он пригодится нам в случае плохой погоды. Также нужно взять с собой вот такой набор из кружки, ложки и миски. Туристы его просто называют каламене. Кружка, ложка, миска и нож. Для того, чтобы продукты хранились правильно, мы их упаковываем в специальные баночки или пакетики по возможности. Например, вот так у нас хранится сахар. Вот в такой бутылке. Его удобно насыпать и используют. Каши можно хранить просто в обычных пакетах, как издают. Для надежности можно завернуть в салфановый пакет. Обязательно берем с собой навигатор для того, чтобы знать путь нашего следования. Но если навигатор отказывает, то всегда есть возможность воспользоваться старым добрым компасом. Когда становится темно, особенно необходимо взять с собой фонарик для того, чтобы посвятить себе в случае необходимости. Чтобы приготовить еду, мы берем с собой котелок. В зависимости от количества участников в группе, котелок может быть как маленьким, так и большим. У нас вот такие средние. В походе может пригодиться теплая одежда, особенно ночью или если мы останавливаемся вблизи какого-нибудь рудника или реки. Я взяла с собой кофту. А еще запасную обувь на случай, если моя промокла. Позаботьтесь о том, чтобы вам было чем развести костер. Для этого можно взять с собой спички или зажигалку. Также обязательно берем с собой спальный мешок, в котором мы будем спать. И не забываем про пенку, на которой мы будем спать. Будет неплохо, если вы возьмете с собой паспорт на медицинский поле. Они могут вам пригодиться в случае чрезвычайных ситуаций. Хорошо в походе, в отличной компании. И сегодня мне помогает собраться в поход моя коллега Реушани. Первое, что мы делаем для того, чтобы сложить наш рюкзак, это сворачиваем коврик и убираем его вовнутрь. Это позволяет нам сделать так, чтобы все вещи внутри оставались сухими в случае намокания рюкзака. Далее коврик мы распределяем внутри рюкзака, так, чтобы он нам не мешал по стеночкам. Вот так получается пустое пространство внутри, которое мы заполняем всеми вещами. Для того, чтобы нам было удобнее всего, вниз складываются самые легкие вещи. Чаще всего это спальник. берем и укладываем его внутрь коврика. Затем будет удобно положить рюкзак лямками вниз и заполнять пустое пространство внутри. Первое, что мы убираем, это наши теплые запасные вещи. Контролируем, чтобы мы обязательно взяли их все. Убираем кофту и кладем сменную обувь. Я упаковала ее в пакет, для того, чтобы она тоже не промокла. Теперь можно поставить рюкзак и сложить туда оставшиеся вещи. В середину складывается все самое тяжелое, что у нас есть. В нашем случае это котелок. Внутри котелка у меня уже лежат продукты, так транспортировать их удобнее. А в случае, если у вас овощи, то они еще и не помнутся и останутся целыми. Затем нужно убрать палатку. Но поскольку она у нас большая и так в рюкзак просто не поместится, мы достаем из нее дуги и сложим их отдельно. Разместим их между нашей спинкой рюкзака и ковриком. А саму палатку сложим вдвое и уберем внутрь рюкзака. Теперь можно застегнуть рюкзак. Затягиваем все лямки, завязываем ленточки, чтобы они нам не мешали. Застегиваем. Внутрь рюкзака мы уже класть ничего не будем. Зато у нас остались боковые карманы. Туда будет удобно сложить все то, что понадобится нам в первую очередь. Например, дождевик. Его можно убрать в клапан рюкзака. Вот здесь наверху есть пространство и вот такой кармаш, куда можно убрать дождевик, фонарик и документы. Все остальные вещи можно убрать в боковые карманы. Вот сюда. Я сложу туда аптечку, навигатор и компас. В другой карман положу спички. И не забуду пристегнуть хобу, на которой очень удобно сидеть во время привала. Вот и все. Рюкзак уложен. Прежде чем отправиться в путешествие, необходимо свой рюкзак протестировать. Для этого мы надеваем его на себя. В моем случае, на моего коллегу. И регулируем все лямочки. Для этого сначала все застегивается. Следующее, что нужно проверить, это чтобы все лямки были хорошо затянуты. На пояснице проверяем вот этот ремень. Он должен плотно прилегать к талии. Если что-то неудобно, то можно затянуть его. Затянули. Далее смотрим, чтобы сбоку, вот здесь, оставалось минимальное пространство, примерно так, чтобы влезало вашу ладонь. Тогда нам будет удобно, и рюкзак не будет тянуть нас назад. Рушан, тебе удобно? Мне удобно. Отлично. Значит, ты готова к походу. Я готова. Вот мы пришли на место нашей предполагаемой стоянки. Для этого мы выбрали ровную полянку без скатов и склонов. Расчистили ее от всех камушков. И теперь начинаем собирать палатку. Достаем ее из рюкзака. Сама палатка состоит из трех частей. Первая ее часть, мы с ней уже знакомы, это дуги. Выглядят они следующим образом. Вот такие металлические палочки. Также внутри палатки есть две части. Основная часть и тент. С чего начинаем установку палатки, так это с того, что основную ее часть мы раскладываем на земле. Обращаем внимание на то, где будут находиться наши входы. Вход – это то, что смолви. Дальше собираем дуги. Обычно у палатки три дуги. Две длинные и одна короткая. Для того, чтобы собрать дуги, мы просто палочки соединяем друг с другом. Соединив все дуги, мы кладем их по диагонали палатки. А затем вставляем специальные крючки, которые расположены на углах. Так делаем с каждой стороны. Не бойтесь погнуть дугу. Они сделаны так специально, для того, чтобы сформировать каркас палатки. Затем второй человек может начинать пристегивать вот такие застежки. Такие застежки находятся по периметру всей палатки. А теперь нам подключаются по периметру. Ну ладно. далее нам нужно установить тент мы раскладываем его на земле изнаночной стороной наверх и берем короткую дугу находим в тенте специальные кармашки они находятся на стороне где вход там же две молнии и вставляем дугу в эти кармашки после того как вставили дугу накидываем тент на палатку и пристегиваем оставшиеся замочки расправляем темп внизу на краешках тоже имеются специальные петельки в них вставляем дуги от палатки с четырех сторон таким образом тент натягивается а палатка становится красивой в случае необходимости используем полышки они идут в наборе вместе с палаткой выглядят вот так как металлические ключи стыкаются в землю под углом 45 градусов это делается для того чтобы в случае сильного ветра нашу палатку никуда не унесло ну что ж наш дом туриста готов после того как мы приготовили место для ночлега необходимо приготовить себе и покушать для этого нужно развести костер прежде чем разводить костер нужно посмотреть где будет удобнее всего его разводить выбирайте место где не будет как можно меньше листвы если все таки листва имеется можно расчистить ее просто отодвинув в стороны есть достаточно хорошая полянка и мы начинаем собирать наш костер для того чтобы огонек только-только загорелся нам нужно собрать самые маленькие веточки чаще всего они лежат у нас прямо под ногами вот такие вот маленькие тоненькие прутики нам нужно собрать их около горсточки примерно чтобы они помещались нам в руку веточки должны быть обязательно сухими если они ломаются с треском это значит что они готовы к тому чтобы их также будет хорошо если вы найдете древесную кору у меня она валяется прямо под ногами сухие листья тоже помогут нам развести костер сначала мы укладываем большую палочку затем сверху на нее укладываем наши маленькие прутики которые мы нашли для того чтобы кислород поступал и огонек горел ярче вниз кладем наши щепки которые мы нашли или древесную кору можно попробовать разжечь при помощи листьев или бумаги достаем спички или зажигалку чем удобнее походе чаще всего используют спички прикрываем огонек ладонью чтобы он хорошо загорелся и подсовываем вниз под пруть смотрим чтобы загорелись веточки если у вас сильный ветер или просто имеется ветер можно прикрыть с одной из сторон костерок руками когда вы увидели что маленькие веточки разгорелись можно добавлять веточки потолще аккуратно накладывая их друг на друга лучше не накладывать сразу же толстые ветки а подождать пока огонек разгорится посильнее таким образом подкладывая ветки наш костер будет становиться все больше и больше а ужин все вкуснее и ближе прежде чем разводить костер позаботьтесь о своей безопасности для этого приготовьте воду который вы сможете затушить костер и поберегите лес обязательно проверяйте что он потух до конца прежде чем уйти в место стоянки всем хорошего отдыха до встречи в походе